В век современных технологий электронных приборов и автомобилей конный полицейский воспринимается как некий пережиток времени. Но кавалеристы не дань прошлому, а необходимость. Более того, количество и в городе увеличивается. В отдельном батальоне патрульно-постовой службы пополнения закупили пять новых лошадей. На службу заступают лошади трех-пяти лет. Каждую тщательно выбирают по характеру и по манере поведения. Ошибиться нельзя, служить животное будет больше 20 лет. Стоимость каждой такой лошадки от 250 тысяч рублей. Гражданская активность населения города Ивана все-таки возросла. Поэтому в общественных массовых предприятиях принимается большое количество и значительное количество людей. Опять же, если вернуться к последнему празднику Дня народного единства, принимало бы участие более 800 и более тысячи человек в одном месте. Поэтому применение кавалеристов в данном случае оправдано. Пока четвероногих новичков в батальоне обучают. Дрессура и выездка – очень трудозатратный процесс. Главное в котором – достигнуть взаимопонимания между напарниками. Наездник и лошадь проводят вместе большую часть дня. В этих отношениях нет ни выходных, ни отпусков. Каждый кавалерист чистит лошадь самостоятельно. То есть, когда он чистит, он узнает, где у него что-то болит. Где-то, может быть, травма какая. То есть, идет визуальный осмотр. И о чем-то, как можно сказать. Смотрит, в каком настроении лошадь выходит. В Ивановском отдельном батальоне ППС 13 копытных и 14 наездников. Яна пришла в профессию из конного спорта. Стажируется всего две недели. Со своим напарником по кличке Тавр сейчас они отрабатывают все виды алюра – шаг, рысь, голоб. У нас по городу даже конным спортом занимаются больше девушки, чем молодые люди. И поэтому нам, можно сказать, легче найти общий язык девушкам с лошадьми, чем мужчинам. Потому что мужчины все-таки физическую грубость какую-то могут. У них руки жестче. Общаться с лошадьми им как-то труднее. И поэтому как раз больше девушек на этой профессии. Лошадь, рассказывают полицейские, должна быть смелая, но флегматичная. Не бояться толпы, в чрезвычайной ситуации вести себя как боевой конь. Грег именно такой. Самый главный случай в жизни, который прямо запомнился, когда он меня не подвел, это разгон ярославских фанатов «Шинника», которые приехали отдельно от футбольной команды и устроили беспорядки перед стадионом на площади. Он очень себя вел адекватно. То есть помогал не допустить общей драки. То есть управлялся пальчиками. То есть он и влево, и вправо. И посыл, и остановка. То есть он делал все, что нужно мне было. Конники ежедневно патрулируют городские улицы. Во время футбольных матчей полицейские и их четвероногие напарники оберегают общественный порядок. Летом дежурят в парках. В лесополосе конная пара просто незаменима. Пройдут там, где не сможет проехать машина или мотоцикл. Да и на нарушителей всадник в погонах производит сильное впечатление. В двойной мере устрашающе. Во-первых, всадник сидит выше человеческого роста, как бы можно сказать. Это уже идет воздействие. Во-вторых, лошадь. Она имеет массу, намного превышающую человеческий вес. То есть это как-то тоже воздействие хорошее дает на нарушителей или просто людей. Командир отделения Екатерина показывает, как должна работать лошадь в условиях ЧП. Представим, что нарушитель побежал. Его необходимо догнать и задержать. Лошадь меня понимает в полуслово. Где-то могу зафиксировать ногой. Где-то мы можем попой ее подвинуть. Идет фиксация. Особенно, когда это хорошо, когда ты работаешь в паре. Нарушать после такой погони точно не захочется. Лошади, конечно, не укусят и не легнут, но вполне могут боднуть. Около года ежедневных тренировок и пятеро копытных новобранцев станут полноценными напарниками полицейских. С такими можно в огонь, в воду и даже на самые напряженные футбольные матчи. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.